Сегодня я хотел поделиться своими исследованиями в области чтения критики чистого разума. Я уже какие-то сообщения оставлял на сайте, просто некое продолжение своего чтения, только некие любопытные заметки по этому поводу на полях. Давайте введу просто в курс вопроса. Мы в прошлый раз обсуждали созерцание, а теперь обсудим немножко, что такое рассудок. Кант строго различает два вида познавательной активности. Первая познавательная активность – созерцание, это чувственная познавательная активность, и познавательная активность – мышление. Или познавательная активность с помощью понятия – это рассудок. Ну и если к созерцанию у него относятся такое понятие, как эстетика, то про рассудок к нему относятся понятие логика. И вот он в трансцендентальной логике изучает с позиции трансцендентальной постановки вопроса, в чем состоят априорные формы рассудка. Я вам не буду сейчас как бы ставить общий вопрос. Собственно, он продолжает изучать и выискивать априорные формы, которые представляют собой понятие. Что интересно? Интересно, что если созерцание, согласно Канту, является некой вынужденной способностью, то есть способность восприимчивости, то есть субъект, когда созерцает, он находится в некой необходимости, он просто принимает в себя нечто, нечто чувственное. Поэтому созерцание – это некая обусловленная способность. То способность рассудка – это способность спонтаниями, способность некая свободная способность. И в силу того, что она свободная способность, у него возникает такая интересная проблема. Каким способом свободный рассудок, если он обладает априорными знаниями, то каким способом эти априорные знания могут применяться к связи с целью? Если бы у нас не было трансцендальной постановки вопроса, то есть вопроса о вылавливании или схватывании, или развлечении априорных форм, у нас бы никакой проблемы не было. У нас бы возникало как в каком-нибудь эмпиризме все идеи, они возникали бы из опыта, и все понятия происходили бы из опыта, и проблемы бы не было. Потому что понятия – это несчастный случай перцепции, в которых абстрагировано от чувственного материала. Но Канн, начиная с того, что есть некие априорные формы, они в принципе не из опыта. Что значит априорные? Они значит не из опыта. И у него возникает проблема дедукции. Дедукции понятий, поскольку понятия, поскольку они априорные, необходимо как-то обосновать, почему они могут быть использованы для применения опыта. Что такое дедукция? Дедукция есть не в смысле того, что выведение из некого другого источника. По дедукции он понимает, и вообще у него много есть терминов, которые он специфически понимает. Например, эстетику он понимает специфически, потому что никто теперь эстетику не понимает, как опознание чувственной способности. По дедукции он понимает сейчас нечто, носящееся к красоте. Но точно так же у него дедукция понимается не в смысле выведения из чего-то, из каких-то принципов системы понятия. А под дедукцией он понимает обоснование справедливости или возможности применения понятия к созерцанию. То есть некое юридическое обоснование, оно вводит различия между де юрой и де факто, как оно в юрисдистике используется. У него необходимо заняться вопросом о том, на каком основании и почему мы имеем право говорить о том, что вот эти понятия, которые есть акриорные формы, что мы их применяем к созерцаниям и тем не менее говорим о том, что их применение к созерцаниям является необходимым и всеобщим. То есть то, что мы получаем, а получаем и опыт. Опыт складывается из двух составляющих, из созерцания и из понятия. Из их синтеза складывается то, что называется опытом или знанием. Так вот, несмотря на то, что эти понятия акриорны, несмотря на то, что они чисто субъективны, в каком-то отношении они должны быть объективными в опыте. То есть они должны давать нам некое объективное знание, а не просто какое-то субъективное представление реальности. И вот он задается вопрос о этой дедукции. И вот как раз с вопросом об этой дедукции категории как раз и возникает проблема. Дело в том, что он долго поясняет и подходит к этой проблеме, почему это нужно сделать, и рассматривает, в середине всего устроя систему категорий, которая у нее устроится на основе классификации суждений. Он считает, что понятия должны классифицироваться из того, как они применяются. А применяются понятия суждений, и поэтому у классификации суждений есть одновременно классификация понятий. Из этой классификации возникают категории, как главные понятия. У него есть там главные понятия, это растепенные. У него там развивается целая некая логика, связанная с тем, что такое понятие. Но это не существенный разговор. Существенный разговор состоит в том, что у него есть некие априорные понятия, что они как-то должны иметь объективное применение. И он должен объяснить, что это объективное применение, оно оправдано. Как это делается? Любопытно, что начинает он с того, что должно быть, он пишет, чтобы представление «я мысль» сопровождало все представления, все созерцания. И когда-то давно я читал это, я никак не мог понять, в чем тут состоит, как так можно выражаться, как можно считать, что какое-то языковое «я мысль» должно сопровождать все представления. На самом деле это не просто высказывание или суждение, которое обязано своему появлению какой-то небрежности в стиле. Нет, это на самом деле намеренная вещь. Дело в том, что Канн задумывает дедукцию категорий, исходя из трансцендентальной перцепции, исходя из единства перцепции, или, иначе говоря, из единства самосознания, на человеческом языке все говорят. Вообще, эта термина перцепция тоже любопытна. Немножко я в сторону отклонимся. Термина перцепция связана с философией Ленинс. У монад не из перцепции, а перцепции. Перцепция – это когда монада просто воспринимает что-то, но некие чувственные восприятия, на которые сознание не обращает внимания. У нас есть некий фон, восприятие, на который мы внимания не обращаем. А перцепция – это те перцепции, на которые сознание внимания не обращает. То есть это те перцепции, на которые устремлено сознание. Вот есть а перцепции и перцепции. Поэтому единство перцепции, то есть единство самосознания, оно изначально связано с тем, что есть некое сознание, которое наблюдает. Но почему-то у него это единство самосознания, оно отождествляется с рассудком. И это странно, потому что, например, у Гегеля единство самосознания, оно есть и в чувствии, и в восприятии оно есть. Оно есть везде, потому что единство самосознания – это, собственно, и есть я. То есть то я, о котором мы везде говорим, или декартовское я – это все единство самосознания. И говорить о том, что оно представляет собой рассудок, странно. Потому что если бы единство самосознания было бы рассудком, то рассудок, согласно Кантусу, должен был бы быть созерцающим. Потому что кто созерцает – созерцание. Вот сделаем шаг назад. Мы в прошлый раз говорили о созерцании. В созерцании присутствует некое, которое созерцает. Созерцание – это же строится по той же самой схеме субъекта объекта. Что есть объект и субъект. Субъект созерцает объект. Этот субъект никто иной, как единство самосознания. То есть это единство перцепции. Но если единство перцепции – присутствие созерцания, а согласно Канту – это единство перцепции и есть рассудок, то получается, что рассудок присутствует в созерцании, и он созерцает. Это странно. Но если следовать с другой стороны, у Канта есть прямое различие этих вещей. У него есть рассудок отдельной способности, единство самосознания как по отдельной способности. Он пишет о том, что рассудок подводит созерцание, согласно некой схеме, к единству самосознания. То есть получается, что вроде, точнее даже не рассудок, а такая способность, как способность суждения. Дело в том, что у него как-то очень много способностей. У него есть способность суждения, есть рассудок, есть единство, самосознание. Вот как они связаны с друг другом, иногда они очень легко понять. Ну вот я сейчас попытаюсь выстроить примерно, как я сейчас понимаю, как это все работает. Вот у нас есть созерцание. Созерцание – это своего рода материя, если так можно выразиться, которая приходит для того, чтобы на ней рассудок мог применить свои формы. Он применяет форму созерцания. Как он это осуществляет? У рассудка есть категория. И он должен эти категории, поскольку категория некие всеобщести, он как бы должен их применить по отношению к каким-то единичным вещам, которые в Зелеце Левице. То есть он должен подвести категории, под... Точнее, подвести единичности под категории. То есть наоборот, подвести единичности под категории. Как это осуществляется? Он говорит о том, что должно быть некое общее поле. Для того, чтобы чувства и понятия могли на нем соединиться. Этим общим полем является схема. Вот есть некая схема, да? Причем эта схема... Опять же возникает еще одно способное созываемое воображение. Она воображаемая. Есть некая воображаемая схема, которая накладывается на созерцаемое. И благодаря этому происходит связь между понятиями. Каждому понятию, каждой категории соответствует некая схема. Связь между понятиями и конкретностью, единичностью созерцаемой. Ну, допустим, на самом деле здесь нет ничего особенного. В принципе, так оно и происходит. У нас всегда есть реальный, конкретный единичный опыт. И есть способ, каким мы этот единичный опыт возводим во всеобщем. И это происходит, потому что, я не знаю, воображением это и происходит, или не воображением. Это уже вопрос такой спорный. Но он каким-то образом каждый раз осуществляется. Вот этот вот способ возведения единичного во всеобщем, как называть способность осуждения. Ну, в этом опять же нет ничего необычного. Зачем было уделить какую-то специальную способность, если есть способность рассудок. И можно было бы сказать, что рассудок, он обладает полнотой всех способностей. Ну, непонятно. Вот он различает. Ну, допустим, согласимся с каждым. Пусть будет такая способность. В чем проблема-то состоит? Проблема состоит в том, что рассудок у него с одной стороны представляет, единство персепции, а с другой стороны различается с ней. Рассмотрим оба варианта. Если рассудок и единство самосознания, или, как он говорит, единство персепции, это одно и то же, тогда получается, что рассудок должен созерцать, как я говорил. Это проблема. Потому что единство самосознания, оно присутствует везде, во всех формах, в том числе и созерцание должно присутствовать. Значит, рассудок и единство самосознания, или единство персепции, не может быть одним и тем же. Значит, рассудок отличается от единства перцепции. Если осудок отличается от единства перцепции, то ему не удается дедуцией, транцентальной дедуцией категории. Не удается. Почему? Потому что совсем не обязательно, что единство перцепции мыслит. Совсем не обязательно, что она сопровождает вот этим, как он пишет там, все свои представления я мыслю. Почему? Потому что мы в созерцании, где Кат всегда говорит, что в созерцании нет никакого понятия, нет никакого мышления. В созерцании оно просто созерцает, оно не мыслит. Вот это единство самосознания, единство перспективы, оно там не мыслит. И там нет никакого этого «я мыслю». Если там этого нет, то значит не удается никакой дедуции. Это означает, что кантовский организм даже в рассудке повисает непонятно где. То есть получается так, что если понятия являются априорной формой, то их применить нельзя. Их применить никак нельзя, потому что почему реальность должна быть согласована с этими понятиями? То есть почему она должна согласоваться с категорией? Реальность сама по себе, категория сами по себе. Почему здесь есть исходимость? Эта исходимость была возможна только благодаря тому, что единство перспективы и рассудок были одной способностью. Но они, как я показал, не могут быть ни одной способностью. А если мы различим их, то сразу же сама дедукция повисает в облике. Вот такая проблема. Еще раз говорю, что я сейчас с ней разбираюсь. Это как бы предварительная тезь. Это вот то, что я сейчас говорю, предварительная тезь. Можно все это выписывать очень аккуратно, с цитатами, со всеми положениями положенными. Скорее всего, кантовские философии – это просто своего рода ходящие противоречия. Всякий раз возникает следующая картина. Канту изначальный испок, это какая-то начальная постановка вопроса, состоящая в том, что он хочет получить во что бы то ни читала априорные формы. И он их хочет обнаружить. И это с одной стороны. С другой стороны, всякий раз у него возникает какая-то проблема познавательная. Вот, допустим, когда мы говорили о созерцании пространства времени, у него обязательно нужно было предположить, что существует чистое созерцание пространства времени. С одной стороны, а с другой стороны, нужно было ввести вещь в себе. И косвенным образом, как я говорил, получалось, что вещи в себе, по крайней мере, познаваются со стороны того, что они вне пространства времени. Теперь, ну, это, скажем там, проблема такая косвенная. Это первая проблема возникала. Теперь в рассудке возникает вторая проблема. Допустим, что, опять же, мы, что формы рассудка априорные, формы рассудка понятия категории априорные, опять же, возникает та же самая проблема. Если это так, как мы их можем применить по знанию реальности, какое отношение они имеют к знанию. Как, если вот можно это по-другому пользоваться, если понятия, которые у меня есть, придуманы, просто, ну, как они, как их можно применить тогда? Каково отношение они к реальности это имеют? Ведь дело же идет о познании. Вот у него эта проблема есть. И он ее решает хитро, как я уже рассказываю. Он думает, что он придумал какую-то некую дедукцию, какое-то применение этих категорий и якобы доказал, что их можно применить. На самом деле, он ничего не доказал. У него, получается, там некий разрыв. Он ведь доказывает на основании того, что все должно подводиться, всякий опыт, поскольку многообразие, должно подводиться под единство перцепции. Так это единство перцепции, оно и существует до всякого рассудка, оно всегда существует, оно существует в том числе и созерцании. Но если единство перцепции, то есть единство я есть всегда, тогда в рассудке оно действует точно так же, как и действовало в созерцании. Тогда нет никакой связи между рассудком и единством перцепции. А если это так, то и дедукции не удается. Просто я не знаю даже, как двигаться там дальше, я так подозреваю, что сразу он там еще будет большей проблемой будет. То есть, если сейчас получается так, что в созерцании у него проблемы, в рассудке у него проблемы, а что там в разуме-то будет? Вся философия, что, просто повиснет на нуле, что ли? То есть, все, у него вообще, как бы, складывается впечатление, что вся философия у него есть, я говорю, некое ходящее противоречие. Что такое ходящее противоречие? Ты, когда, сначала ты берешь одно, долго-долго двигаешься, ты приходишь к другому. Ну, поскольку, как бы, тебе надо два момента согласовать, ты, как бы, терминами там жонглируешь, там, трассо-дельтально, метафизическое, там, эмпирическое, там, типа, проварьировал термины, как бы, и вроде все различное. Кто перешел на следующий этап, опять, рассмотрел вопрос, и опять начал варьировать термины. Так же нельзя? У него, допустим, это в прошлый раз, вот я, как бы, это не докладывал, я обнаружил, допустим, что у него есть понятие пространства и времени. Это же вообще, как же так? У него в созерцании и понятия разделены, как бы, стеной, да, потому что это две способности, и они различаются в понятиях, и созерцании точно так же, как различаются в две способности. Их нельзя вместе сводить. Как это может быть так, что пространство одновременно является чистым созерцанием пространства времени, и с другой стороны является понятием? Что это такое-то вообще? Это же просто как бы. Их объединять нельзя, значит их надо различить. Если их различить, то получается у него два ряда есть. У него есть созерцание пространства времени, понятие пространства времени. Как это понимать? На самом деле же так. На самом деле это так. Согласен. Только тогда вопрос-то, проблема-то возникает в том случае, если мы ведем рассуждение с позиции априоризма. Если у нас мы рассматриваем без априоризма, если мы где-то не настаиваем на том, что формы всегда априорны, пространство времени. А если просто рассматриваем... Созерцание мыслей это разные вещи. Правильно. И я согласен с тем, что... Поэтому у тебя еще возможен вопрос, как понятие пространства, с созерцанием пространства. Чем тебе вопрос? Это в том бы случае было бы, если бы реально существовало реальное пространство, и существовало бы реальное времени, тогда бы легко бы уже было... Нет. Нет. Если на самом-то смысле Декарта тоже такой вопрос возможен. Откуда вообще взялось понятие пространства и понятие... Ну откуда-то. Взялось и все, черт. Нет, дело в том, что ты говорил о трекмерности пространства. Да. Это относится к понятию или относится к созерцанию? Вот что важно. Вот давай теперь попробуем понятию. Вот это интересный вопрос. Относится это к понятию или к созерцанию? Мы говорим, что понятие трехмерное. Начинаем изучать конкретное созерцаемое пространство. Трехмерное ли оно не трехмерное? Трехмерное ли оно не трехмерное? Двух или двух с половиной? Мы каким-то образом пытаемся к этому прийти. То есть понятие оно трехмерное? То есть понятие... Понятие это некое знание о пространстве. То есть есть созерцание пространства? И понятия основаны на этом сосредоточении? То есть, как на опыте? Как на опыте. Но у Канта же сопроводственность априорный. И что из того? Но у него возможен априорный опыт синтетический. Но это же странно. А синтетические суждения у него априорные возможны? Возможно. Именно потому и возможны. Да, опыт поэтому и возможен такой. Есть опыт чистых формах сосредоточения сознания, чем он невозможен. Мысленные такой эксперименты там есть. Но это какое-то самоедство, понимаешь? Получается, вообще ничего не нужно? Самоедство-то оно самоедство, но оно такое возможное. Нет, согласен. Я с этим не спорю, в смысле невозможность. Согласен, оно возможное. Я 20 лет назад работу написал, которая легла в основании моей диссертации, по поводу того, что развернутая структура физики всей, тоже в каком-то смысле априорная. То есть, есть некая универсальная структура из того, что есть понятие движения. Как вы за смысл априорного? Нет, это слово априорно, оно к чему относится. Что значит априорно? Ну что, понятие движения? Значит, оно не из опыта. Да, а ты говоришь про трех метров пространства, а сам на него берешь из опыта. Так из какого я его опыта беру? Ну, из опыта. Из какого? Ну, пространство всегда живут. Соединение же это уже опыт. Ну, опыт это в смысле эксперимент. У тебя есть мысленный эксперимент, почему нет-то? Ну, до опыта, то есть в том смысле, что до чувственного опыта. То есть тебе различено чувственное и... У тебя может быть мысленный эксперимент без... Нет-нет-нет, еще раз говорю, давайте так. Вот есть эмпирические созерцания, есть созерцания чистые. Да. Но и то, и другой опыт. Ну, хорошо. Ну, а что ты говоришь? И то, и другой опыт созерцания. Просто один эмпирический опыт, другой чистый опыт. Это разговоры по словам. Не, ну как это? Разговор по словам. И поэтому, хорошо, пускай это разговоры по словам. А какова есть? Не, если быть совершенно точным, у Канта опытом называется единство, как бы даст некий синтез между созерцаниями и понятиями рассудка. Это должно быть точным, но мы говорим об этом. Вот это слова априорные, постаревные, не самые удачные слова в мире. Ну, у тебя есть то, что относится в собственное рассудование. У Деканта, у любого философа так. В чем прелесть всей этой национитальной философии? В том, что у тебя, вот мы говорили двумя часами ранее, о том, что пространство, в смысле Декарта, по всей видимости, это форма предметности и предмета. Здесь пространство тоже форма предметности и предмета. Это пространство сколько угодно форма предметности и предмета. Но ты его можешь взять и положить. А здесь начинается восхождение. Можешь ли ты его взять, это пространство, как форма предметности и предмета, и изучать? Как раз про пространство, когда мы говорим о том, что они априорные, Там проблема совсем другая. Ты его изучать можешь? Теперь перейдем к рассудку. Вот у тебя есть понятия. Почему они применимы к реальности? Расскажи. Я не о том. Я говорю о пространстве. Я понимаю. У тебя может быть понятие пространства. Чего у тебя не может быть пространство? Может быть. У тебя есть пространство данное тех созерцаний и пространство, где данное тебе понятие. Тебе надо понять, как эти две представления пространства относятся между собой. Чем их задача? Нет. Это возможно... Вот, пожалуйста, исследования, которые надо проделать, чтобы понять Канта. Потому что Канта это различие есть. И оно как-то так введено неожиданно. У него автоматически получается. У нас остается вопрос. А трехмерность пространства к чему относится? К нашим фантазиям? Насколько, например, эвклитовое пространство соответствует тому самому пространству, которое мы созерцаем благодаря Канту? В какой форме он на нем соответствует? Ну, эвклитовое пространство – это пространство математиков. Ну, пространство математиков... Так оно вот эмпирическому сознанию, в этом эмпирическом смысле, вот тому, вот этому кантовскому пространству, он соответствует? Кант полагал, что да, соответствует. Нет, Канн считал, что пространство одно. То есть пространство математиков, которое я бы называл воображаемым пространством. Да, он полагал. Он так полагал. Но поскольку у тебя дано различие пространства в качестве созерцаемого, в качестве понятия, то вот, может задаться... То есть, проблему это конкретно поставить. Сколько пространство математиков, то есть пространство, быть может, данное в этом, в понятийной форме или как-то иначе, соответствует вот этому физическому пространству? Правильно, это хороший разговор. У нас три возможности. Я веду его давно. У нас, смотри, есть три возможности. Есть вот реальное физическое пространство. Это как возможность, я говорю. Да. Есть пространство в смысле вот априорности Канта, да? Какой-то чистое созерцание. Ну, для Канта разницы между физическим пространством и пространством в смысле созерцания нет. Различить их нельзя. Можно. Это точно. Как? Если у тебя пространство есть универсальная форма данности предмет сознания. Тогда у тебя есть физическое пространство. Это если пространство, ты сходишь в протяженности. А если пространство свести, допустим, к тому, что мы посылаем луч куда-нибудь, он там искривляется, и мы обнаружим, что пространство искривляется? Это не и то. Отличается пространство математическое и пространство в чувственное? Да, получается, что да, конечно, математическое. То есть пространство данное в понятии... Да, Канта отличается. Да, получается, что вопрос можно сказать... Хорошо, у нас и математика развилась дальше. Возникли Риманово пространство, Глобащевское... Это все пространства, которые даны в понятии. И ты задаешься вопросом, а как на самом деле? Правильно. Если у нас много математических пространств. Понятно. Значит, отличается математическое пространство от реального пространства? Да. Получается, отличается. Ты говоришь, что нельзя отличиться? Ну, не отличается пространство данное нам в созерцании от физического пространства. Подожди. А, пространство данное... Да, это, конечно. От физического пространства. Я сейчас так понял. Почему это сейчас, как раз, отличается? Не отличается. То, что дано тебе в созерцании, не означает, что оно есть на самом деле. Созерцаешь ты только то, что ты созерцаешь. И нету того самого на самом деле. Потому что Баканта нету того на самом деле. Это тоже? Это уже 2 Judy. То есть не найти нереально. Я хотел сказать, что априорное пространство можно отличить от физического. Нет. Априорное пространство созерцаемое, в смысле, или данное в понятии. Данное в понятии можно из физического отличить. А созерцаемое в смысле оприорности. Да, от физического отличия. Невозможно установить тогда априорно оно или нет? Вот так надо ставить вопрос. Он считает, что можно установить априорно, а это мы считаем, что невозможно. Нет, он-то считает, что можно. Я говорю, что мы должны понять, что пространство априорное невозможно отличить от физического. Это и означает, что невозможно установить его априорность. Да, для нас. Но все равно пространство это одно. То есть нет различия. Вот такую бы философию поставить. Вот это было бы супер. все три составляющих между собой различить. То есть различить понятийное, математическое понятийное, физическое и априорное, философское. Насколько, кстати, понятийное пространство, оно не соответствует реальности. Понятийное пространство, мы же строим понятийное и видим, что оно действительно соответствует. Ну а какое? А как там насчет пятого постулата Эвклида? Ты где видишь, что пятый постулат Эвклида в мире соблюдается? Он соблюдается. Как ты можешь понять, что это соблюдается в мире? А нельзя поставить негативную кучу? Нет, подожди, есть же, подожди, это обременного пространства, то есть понятийное пространство. Соответственно, выводы в Минковскую и так далее. То есть эти выводы подтверждаются, опыты не подтверждаются. И где же они подтверждаются? Ну как это и где? Я не знаю такого эксперимента, который позволил бы различить, понять, что такое. Есть общая теория относительности. Она считает, что оно все равно, на самом деле, оно все кремлое. На самом деле, нифига не Эвклидовое. Ну и оно подтверждается этими факторами, которые фиксируются? Нет, этих факторов нет. Объективные факторы нет. Движение небесных тел в пространстве рассчитывается не на основе Эвклидовости. Значит, на основе Эвклидовости нет. На основе Эвклидовости нет. Но когда мы делаем вот эту самую штуку, наши, как планеты плавают вокруг Солнца, то они рассчитываются на основание обычного Эвклидового пространства с высокой точностью. А общая теория относительности считается, что единственное, что она позволяет делать, это вычислять поправки и включение перигелия, который самый сильный эффект наблюдается. То есть того порядок считать? По эксперименту я не могу сказать точно, я просто не интересовался, но я читал где-то, что сфиксировано искривление лучей вблизи массивных объектов. Это известный эксперимент, когда от Солнца мимо... Лучей, это же физическая материя, что такое? Это же не пространство искривления. Я этот эксперимент знаю. Это известный эксперимент, когда у тебя был единственный крупный объект, это Солнце, мимо него должны были идти лучи, пущие от какой-то звезды. Сложный эксперимент. Ты сидишь, ждешь и смотришь и видишь, что он действительно искривлялся. Но это фигня на палочке. Знаешь почему? Потому что эти лучи проходят сквозь солнечную атмосферу, и там возможны эффекты аналогичной операции. Я думаю, что такие элементарные вещи, они учитывались при... При... Такая лучи проходят. Поток чистить разве не может отклониться? Должно, и лучи должны за счет кривизны. Нет, это просто трудно установить разницу. Что этот эксперимент? Это фигня на палочке. Вот этот эксперимент. Есть единственный эффект, который наблюдается. Смещение перигелия Меркурия, смещение перигелия Луны. Ну ладно, давайте как пространство оставим. На самом деле вопрос-то был связан с опериорностью понятия. Представьте, что понятия у нас... Нет, я хотел бы пофантазировать вслед за вою, пофантазировать. А представьте себе, что все три пространства, все три смысла различены. Не два, а три. Ну как это возможно вообще? Может быть такое, что все три различены? Ну если вдруг, как сказал Володь, мы бы определили, что пространство реально искривленное было. Ну вы чего же? Ну это значит, что опериорное пространство и искривленное различаются. Физическое пространство, априорное. А кто тебе сказал, что априорное пространство, оно плоское, эвклидовское? Ну если это ведь Кант, то Кант считает, что как Кант. Ну это Кант считал, но у тебя понятия... Я понимаю, если я понял, у нас есть понятия пространство, которое эвклидово и эвклидово в двух смыслах. В смысле собственной ременности, в смысле Лобычевского. Вот, оно у тебя есть. Это оно и есть понятие. У тебя это различные понятия. Ты пытаешься отнести с империей. Это просто бы означало, что... С империей ты пытаешься отнести. И выясняешь, что какой-то из трёх точек зрения... Ты к чему сонишь? Ты хочешь сказать, что тогда слово априорное ничего не значит. Понимаешь, когда априорное? Тогда да, тогда ничего не значит. А теперь представим себе, что существует некое пространство, Данное на в созерцании, Которое, с одной стороны, отличается от От пространства данного понятия, То есть, в математическом представлении, С одной стороны, с другой стороны, отличается от физического. Чтобы для Канта невозможно. Вот такой вот разговор. А вот мне интересно, Возможно такой разговор или нет? Единственное, можно было бы просто доказать, что Кантовское априinное пространство Оно не соответствует А есть и три. ну давайте подумаем, на самом деле, возможно такая фигня или невозможно. Как такое бывает? А как физическое пространство мы как наблюдаем? Как физическое отличить, скажем, от кантовского созерцаемого? А никак, невозможно, наверное. А пространство, в котором прибор мирит, это созерцаемое пространство? Физическое ну, а оно же созерцаемое. Нет, ну, оно же созерцаемое. это пространство, которое... Оно же созерцаемое? Нет, оно созерцаемое, когда ты прибор созерцаешь. А когда прибор что-то там изучает, то он как он... Ну, какая-то, все равно тебе будет... Ну, прибор же можно придумать как-нибудь хитро. Ну, и придумай, что я хитрый. Иначе все равно... Луч света куда-нибудь ушел там, где-нибудь отразился, вернулся. Нет? Ничего, нет. Интерферометр какой-нибудь, нет? Нет. Нет, а как бы их разочить-то? Ну, ладно, как бы, давайте все-таки, как бы, в сути вопроса про понятия. Про пространство это понятно, это любопытная вещь. Мы проблему поставили, и можно ее потом в будущем как-то там дальше двигать и понимать. Вот связано же вот, если у нас понятия приводят, то что получается? Можно ли их применить к реальности? Как для этого специальные доказательства придумать, что их можно применить? Вот это доказательство называется дедукция категории. Тоброцентальная дедукция категории, она и применяется для того, чтобы показать, что рассудок, что понятие рассудка применимы, к созерцанию. Я просто пытался показать, что он ничего не доказал. Ну, хорошо. Так, а почему, если у тебя есть аплелорные, почему нельзя применить их к созерцанию? Другой вопрос, ну какой результат был? Нет, давай подумаем, допустим, что у тебя какие-то вот тобой выдуманные понятия. Допустим, понятие вот это... Пространство. Нет, не пространство. Ну, какие-то там понятия, я не знаю, взять какой-нибудь там роман, да, там, из романа какие-нибудь. Да, они не из романа. Ну, любые понятия. Ну, типа пространства. Они не из романа. Это понятно, что они... У него число, например. Вот чем-то не понятие число. Число у тебя есть или счет? Ты пытаешь его к миру применить? Нет, для того, чтобы понять саму ситуацию, надо... Что? Вот у тебя аплелорная... Я все понимаю. А аплелорная, это же все слова же получается. Каждый раз у нас тогда... Нет, ну число, это не слова, число просто, счет. Двойка, тройка. Число. Да, ты видишь, три морковки, говоришь, туда три морковки. Ну... Ну, ты же их не из опыта взял, этих... Ты пост научился считать по каким-то причинам, как пространство видеть. Так и научился считать. Ребята, эти самые... Да мы не можем сказать, откуда мы их взяли, из опыта. Ну, не важно. У тебя есть, по крайней мере, есть чистые понятия. Кто в этом спорит? Ну, так в чем проблема, когда ты поменяешь... Правильно, проблемы нет. А почему тогда надо это доказывать? Почему надо доказывать, обосновать, что мы можем применять? Зачем? Если нет никаких проблем. Де-факто проблем нет. Есть, да и у Юры, проблемы. А могут быть они, проблемы и такие? Есть. Нет, я говорю, могли бы быть, но де-факто проблемы нет. Насколько я помню, что бывает, что когда ты эти самые свои искусственные понятия можешь применить в какой-то вещи, которые ты не допускаешь тут неверно. Вот, можно вот, хороший пример взять... Я бы как раз применить к столу. Не-не, взять понятие математики, какое-нибудь, многоверное пространство. Применимо оно к реальности? Ну, в каком-то смысле, да. Ну, например, да. А понятие бога оно применимо? Да ладно, бога давай, допустим, просто пока берем это... Понятие реальности, оно применимо. Применимо не? А комплексное пространство? Да, но оно может даться, а понятие бога оно применимо или не применимо? Так ладно, забудь про бога. Бог — это отдельный разговор. Это уже разговор о разуме. Ну, к чему-то нам другому там она. Давай не будем как... Нет такой реальности, как бог. Понимаешь, естественно, Ну, черный с измерцами. Ну хорошо. Ну, они где-то применимо. Надо понять границу, в каких она. Делать же не в этом же. Вопрос не идет де-факто. Де-факто рассудок постигает все в понятиях, возникают знания, эти знания соответствуют реальности, опыты ставят, эксперименты. Все вроде нормально. Нет никаких проблем для естественного знания и математики в смысле де-факто. Он же пытается это де-юр обосновать. Если мы говорим в аплёрном знании, в аплёрном форме, в рассудке, почему на самом деле мы должны обосновать? А почему тогда то, что приходит, то, что неопытно, почему оно применимо к опыту? Почему оно применимо к созерцанию? Это же действительно реальная проблема. И он правильно ее ставит. Ну проблема еще. Да, ну правильно. Ты говоришь, что такой проблемы нет де-факто. Де-факто нет, а де-юр есть. Ну хорошо, де-юр, хорошо. Как ее можно было бы обосновать? Он обосновывает на том основании, что есть единство перцепции, есть единство самосознания. Все созерцания подводятся к единству самосознания, и тем самым делаются субъективными, то есть делаются манией. Созерцание некого «я». Ну думаю, не так. И благодаря подведению под это единство возможно вообще в принципе применение рассудка к опыту. Созерцание. Ну то, что Дорокожий сказать, что он просто всякий раз делается мойным. Да. А раз он делается мойным, то и... Ну не просто мойным делается. Он мойным делается в смысле единственная перцепция. Да. Единственное самосознание. Единственное самосознание, то есть перцепция ко всем понятиям присоединяется к своему сознанию. Не просто присоединяется, оно делает это нечто единым. Да, оно делает нечто возможным. Ну и под этим дело фигачит. Ну надо посмотреть. Я просто давно не читал, лет 25. Суть состоит в том, что он наказывает возможность применения категории к созерциальным тем способам, что есть единственный принцип, то есть единственное сознание. Ягод утверждаю, что единственное само сознание было и созерциальным, и поэтому ничего доказать с помощью единственной принципы здесь нельзя. В этом проблема состоит. Проблема в сути состоит в том, что единственная перцепция была всегда. Потому что субъект был единым, и созерцание их единым было. Если он был созерцание их единым, значит, единственная перцепция и рассудок, они не тождественны друг к другу. Значит, не должно быть так, как он пишет. Должно быть, пишем, что представление «я мысль сопровождала все созерцания». Это необязательное условие. Почему? Потому что в созерцании уже присутствует единственная перцепция. И это, если уж не брать Канта, у Гегеля это зафиксировано. У Гегеля же ведет, которого мы недавно совсем изучали. У него ведь так же получается, что единственное самосознание, оно присутствует уже на уровне чувственной достоверности. Потому что то «я», которое присутствует в чувственной достоверности, оно является единым. Оно является единым неким «я». То есть оно делает все единым. То есть проблема здесь как бы… Единая в каком смысле? Объединяет многообразие, чувственное многообразие, объединяет некое единство «я». Объединяет в том смысле, что ну как-то там пишет, эстетизирует. То есть оно подводит все под некое единство, что это твой личный опыт. Как вот это что значит, вот мы говорили про нечувственную достоверность у Гегель, что… Но ночь есть истина. Так это и означает подвести ночь, во-первых, под понятие «нечто», или «вещь», или как нам сказать, или там… Ну, само название «ночь» это уже есть. А потом, на самом деле, подвести под категорию «истина» или «неистина». То есть уже на уровне чувственной достоверности как бы работает весь механизм. То есть уже есть как бы подведение под некое единство. Причем не категориально еще, потому что нет еще вещи, всех этих понятий нет. Говорится же непосредственно, как ночь есть истина. То есть сознание просто непосредственно удерживается этой истиной. Он даже пишет то, чтобы не прибегать к понятиям категории, не прибегать к понятиям. Он говорит, запишем эту истину. То, что мы ее запишем, это истина от этого никак не пострадает. То есть он понимает, что нельзя прибегать здесь еще к понятиям, и он фиксирует это чисто от письма. Как бы вот в языке подвешивать письма. То есть для Гегеля здесь как раз единство персепции или единство самосознания живет, оно присутствует сразу. А для Канта почему-то оно возникает только когда возникает рассудок, что странно опять же. Вот в этом и состоится странность. Можно еще Канта как понять? Можно понять Канта так, что в созерцании такого опыта нету число. Да, всегда есть уже сразу опыт, в котором присутствует рассудок. То есть когда он говорит о созерцании, как бы отдельно, до мышления, это как бы в свою роду некий мысленный эксперимент. Нет захваченности? Нет, в созерцании число опыта такого нет. А всегда есть некий опыт, в котором всегда присутствует рассудок. Нету такого чистого эксцельсания. Всегда есть рассудок. Если всегда есть рассудок, тогда конечно, получается когда мы выделяли созерцание отдельно и рассматривали его без относительного понятия, это была своего рода некая абстракция, некая как бы там сказать… Мысленная конструкция. Мысленная конструкция, мысленный опыт, что называется как бы. Такого опыта чистого не бывает. Всегда присутствует в нормальном опыте, всегда присутствует рассудок. Тогда получается, что у него единственная перцепция присутствует уже и в созерцании, но оно всегда присутствует там как рассудок. Тогда странность другая получается. Почему рассудок у него не созерцает? Если единственная перцепция присутствует уже в созерцании, присутствует там рассудок, то рассудок тогда получается созерцающий рассудок. Почему не созерцает? Почему у него рассудок не созерцает? Это вообще непонятно. Потому что ведь у Гегеля, я созерцаю и вы не мыслят одновременно, и никаких проблем не возникает. Потому что никакой границы между чувством и мышлением здесь нет. Мы можем сразу мыслить непосредственно. Мы можем воспринимать сразу, и сразу же это воспринимающие мысли. Интересно, что получается, что у Гегри не может быть захваченности опытом? Не, может быть захваченность. Твои чувства всегда захвачены. Вот мы говорим о чем-то, а глаза что-то видят, правильно? Ты что-то ощущаешь. Свои чувства постоянно работают, независимо от того, мыслишь ты или не мыслишь. Но ты можешь мыслить сам про себя что-то там, а можешь обратиться к непосредственности и мыслить прямо по поводу того, что видишь перед собой. И никаких проблем не возникает. Мышление одновременно работает с восприятием, с ощущением. А у Канта это отдельно? У Канта получается рассудок мысли как-то отдельно, мысли как-то потом, что странно. Что у него обязательно должна быть какая-то схема. Причем у него всегда мышление, а почему-то рефлектирующее мышление. У него не бывает мышление прямое. То есть я вижу и сразу мыслю. У него всегда рефлектирующее мышление. Я сначала вижу, потом как бы задумываюсь и потом только мыслю. Ну а по поводу пространства, ну давай этот вопрос обдумаем. Ну обдумаем потом. Не, ну нам же важно провести различия между Кантом и Дителем. Потому что у нас... Либо у нас просто какая-то винегрет получится, надо понимать, в чем разница между ними. Потому что это действительно две совершенно различные постановки вопроса. И в чувственной достоверности, то, что в чувственной достоверности описано, и то, что мы изучали, это на самом деле в Телеменах Кант называется созерцание. Просто Гегель специально не прибегнул к слову созерцание, чтобы не путать людей. Чтобы как бы не возникла эта неправильная ассоциация. На самом деле речь идет о том же самом. И созерцание у Канта, и чувственная достоверность людей. Это описание одного и того же опыта. Просто опыт у Гегеля описывается более аккуратно, потому что все позиции прописаны. Прописана позиция сознания, участвующего в опыте. Прописана позиция исследователя, который исследует, как движется это сознание в опыте. У Канта это ничего не прописано. Он как бы описывает там... Так как бы описывал какой-нибудь естественный испытатель. Соответственно, когда у Гегеля ведь тоже понятно, позиция рассудок ведь тоже есть. У меня потом после чувствования, что возникает восприятие, а потом рассудок. Кстати, у Канта точно так же есть. У Канта есть созерцание, восприятие тоже есть. Но оно как-то проходит там вот так вот, мимо там. У него специальные главы этому не посвящено, но у него время от времени возникает такое слово, как восприятие. Вообще восприятие по-немецки важная мука, это принять истину. И Гегель так и обыгрывает это слово. Он так и говорит, что когда чувство достоверности принимается как истина, когда сознание решается, что принять истинную чувственную достоверность, оно переходит к восприятию. И восприятие оно уже считает, что истинна и чувствовательность является нечто чувственно-всеобщеным. У него есть такое странное сочетание чувственно-всеобще. То есть всеобщее не обязательно мыслимое, что любопытно опять же. Оно может быть чувственно. Чувственно-всеобщее, например, и если восприятие. А дальше у него возникает третья позиция, третья форма. это рассудок и в рассудке как раз возникает все многообразие понятий но у него там все многообразие понятия опять же не является приорным совсем другая ситуация да пофиг, пусть она подведена ну вот смотри, есть некое многообразие ну вот допустим, мелькание как можно понять на самом деле что эти мелькания, а то есть нести их к одному если ты точно так же во времени скольбишь ты должен во времени тогда стоять что такое единственное самосознание это нечто, это как стояние я стою, они мелькают нет, для того чтобы было некое движение для того чтобы вообще можно было представить это движение должна быть некая точка отчета относительно чего происходит все остальное так вот, что такое самосознание самосознание это то, что как бы стоит во времени и относительно чего все остальное движется ну понятно если бы самосознание увлекалось бы временем никакого бы опыта не было подведение под это единство это означает на самом деле что мы различаем разные моменты времени, а не так бы получилось, как мы говорим, это ночь, и сознание находило... Вся воздействие перцепции у тебя сознания, оно различает во времени. То есть оно во времени стоит уже. Правильно. Так это и есть возражение к Анту. Оно стоит во времени. Оно стоит, а перцепция — это нечто другое. Время не имеет отношения. Единственное перцепции, оно не имеет отношения к времени. У него главной схемой является именно время. У него время является трансцендентальной схемой. Внутренние чувства, время... Как-то у него там не очень понятно, что конкретно надо на это разбираться. У него трансцендентальная перцепция — это я мысль? Нет, нет. Нет. А что? Нет. Я просто не читал. Я не могу сказать тебе что. Я мыслю присоединено для того, чтобы единство самосознания было также единство мысли. Оно естественно единство мысли, да. Оно никто в этом не спорит. Но оно также и единство созерцанием. Оно единство. Оно всякое единство какое есть, есть единство самосознания. То есть единство... Ну у тебя в транслянной атестатике он обходится без этого? Вот это странно. Как он обходится там? Ну потому что у тебя единство прецепции имеет отношение только к рассудку, а к эстетику, то есть просто восприятию, не имеет никакого значения. Правильно. А как тогда? Кто воспринимает созерцание? Кто? Сознание. Правильно. Сознание делает, но обходится без трансцендентального единства. А как это возможно? Как возможно созерцать, если нет единство самосознания? Просто есть единство, но во времени. Поэтому у тебя все проходит во времени. Еще раз говорю, если сознание будет двигаться во времени, то ничего не будет. Сознание не двигается во времени. Сознание оно стоит, а все остальное двигается во времени. Правильно, так это и называется единство самосознанияo Но самосознания у тебя, время у тебя есть, а интернет aniцент voltage понимается как стояние сознания во времени, больше не како. Нет, оно понимается как просто я мыслью. Я мыслью заводь. Потому что.. Он потому что. Нет, я 25 лет назад читал Канта, и я помню, что там присоединяется я-мыслью. Правильно. Но это присоединяется я-мыслью, и ему нужно, чтобы сделать переход от единства в самосознании к рассудку. Так вот у тебя, в инстанции единственная перцепция, это я-мысль. Нет. Как нет? Ну вот так вот, нет. Ему нужно я-мыслью. Почему? Потому что у него единственная перцепция является только мыслящим единством. А оно на самом деле и созерцающее единство, оно не только мыслящее. Почему? Как это возникает? Это возникает из того, на самом деле, что есть нечто, что как-то стоит во времени. Оно стоит во времени, независимо от того, он созерцает оно или мысли. Само стояние во времени вот это вот. Вот трансцентальная эстетика обходится без трансцентального единства перцепция? Ну, это и состоит в том вопросе, как она обходится. Она не может без него обойтись. Да почему она не может, когда обходимся? Она обходится, да, но там подразумевается, что там же я есть, которая созерцает. Но он дан-то себе непосредственно. Я, не в том смысле, что я есть, он дан-то себе непосредственно, в том и времени. Нельзя так говорить, потому что я существует для некоторого, то есть созерцание существует для некоторого я. Предмет существует для некоторого я, правильно? Не то, что здесь я у тебя существует, а то, что этот предмет дан во времени. Вот именно время это является выражением того, что у тебя здесь присутствует всегда субъект. Это понятно, только этот субъект должен сохраняться во времени. Это все понятно. А как можно тогда поставить в данном вопросе вопрос о сохранении субъекта во времени? Нельзя его здесь поставить. Так это можно поставить тем способом, что единство самосознание. В данном эстетике его нельзя поставить и поставить не нужно даже. Хорошо. Если тебе это непонятно, давай возьмем Гегеля опять же. Чувственные достоверности. Единство я есть, единство самосознание это вначале и чувственные достоверности. Я не о Гегеле говорю. Нет, но это одна и та же ситуация. Я говорю сейчас о Канте. Я о Канте говорю, что... Я говорю, Кант не может так вопрос поставить. Если у него я не является единственным самосознанием, то нет никакого... Ничего нет. Это вопрос опять о времени. Время это и есть способ, простой непосредственный способ, обнаружением сознания как бы само себя. А дело не во обнаружении. Не следственное суждение. Дело не во обнаружении. Что такое я? Давай вопрос задать. Что такое я? Вот инвалкантовская эта ситуация. Вот у нас опрёмная форма внешнего чувства. Это форма предметности. Согласен, да? Постранство, форма предметности. Теперь у нас еще есть, на самом деле, есть отношения субъекта и объекта. То есть то, что здесь присутствует созерцающий субъект, выражается тем, что вещь живет и распространяется во времени существует. Вот это и есть как бы... Это все понятно. А субъект сохраняется во времени сам-то? А вопрос здесь такой не даже не ставится. Вопрос-то не важно, что не ставится. Мы должны понимать, что единственное самосознание проходит... А как вообще множность у тебя? Время — это опрёмная форма... Да это не важно, какой она опрёрная. Вы же говорите... Если время — форма внутреннего чувства. Еще раз. То как ты можешь поставить по ней вопрос о сохранении этого субъекта во времени? Ты даже поставить его не можешь. Да дело не в том, как это можно поставить или нет. Я могу тоже придумать много каких-то умных слов, но какое-то отношение имеет к реальности. Это самое прямое. Я же не занимаюсь здесь какой-то фантастикой. Мы говорим о том... Это не фантастика, это реальная вещь. Что ты, если у тебя время есть форма внутреннего чувства, то ты не можешь говорить о проблеме сохранения сознания во времени. Ну, значит, нет такого опыта, как созерцание. Просто нет. Понимаешь? Если там нет единственного самосознания, ничего нет. Так ты не можешь ничего не сказать. Время — это и есть твое единственное самосознание. Так оно либо есть, либо его нет. Время — это и есть. Непосредственный способ данное тебе единственное самосознание. Не, вообще, как это понять? Я что-то не понимаю. Это тоже бред какой-то начинается. Единственное самосознание — это определенный четкий опыт. Четкий опыт. Это то, что у Гегеля называется достоверностью самого себя. Это четкий опыт. Для него не нужно ни мышление, ничего не нужно для этого. Ни созерцание, ничего не нужно. Это просто... Ну, вот кантовское представление о времени, оно состоит, вот я так его понимаю. Кантовское представление, что тебе непосредственно дан предмет именно в восприятии. Сам восприятие сколько угодно дам в предмет. Субъекта как дам? Сенсорциально он тебе дам. Субъект как дам? Предмет все понятно. Предмет подчиненный прервным формам. Все, это все понятно. А как сам субъект, чему он подчинен? Тоже прервным формам подчинен? Он сам-то есть или его нет? Субъект, если есть, он единственное самосознание. Уже сразу. Либо он есть, либо нет. Под единственным самосознанием здесь понимается не какое-то логическое единство. Что раз одно я, Рамы Я. Нет. Под единственным самосознанием понимается реальное единство. Я, которое есть во времени. Мы сегодня же говорили, что когда мы мыслим о сознании, собственно, о единственном самосознании, когда Дейли рассолдает, это вторая феноменология Духа, то тогда у тебя о форме времени и пространства речи не идет. Речь идет о том, что тебе Я сам уже оказывается. Разговоры о времени. Довым формам нужно еще раз. Я говорю, разговоры о времени, это только разговор терминологический. На самом деле, есть некий опыт. Можно указать. Этот опыт, я вот, когда говорил о сознании, да, я всегда что говорю? Есть некий опыт проживания самого себя. Во времени ты проживаешь. Я еще раз повторяю, что я дальше транслянной аэстетики, конкретики, чистого разума не читал. Да я понимаю, но тем не менее, ты же можешь понять из общих соображений, о чем я не говорю? Нет, не могу. Не могу из общих соображений понять, что ты говоришь. Я говорю о том, что для того, чтобы я существовала в созерцании, оно уже должно было быть единственным самосознанием. Уже. А я тебе на это говорю, что оно и есть единственное самосознание. Но вопрос о нем постоять нельзя, поскольку у тебя есть время. У тебя есть ли единство в каком-то смысле? Дело, если там оно... Хорошо, если есть единство в самосознании, есть созерцание, то проблема институции не удается. Понимаешь, не удается. А если его нет, как вот ты это пытаешься улюдить, то тогда непонятно, что такое созерцание. Это не субъект, а просто в обычное простое время. И то самое я в рассудке, о котором мы, единственное, о котором мы должны сказать, это разные вещи. И рассудочное я, то есть это, по сути, я самосознание. Еще раз говорю, самосознание это не рассудок. Самосознание это отдельно. Вот если рассудок, это способность. А самосознание это и есть я. Рассудок это способность рассуждать. Да. То есть рассуждать в понятии. А единственное самосознание это я. Вот это вот субъект. А я, а я это способность... Нет, я это не способность. Я это субъект и есть. Рассудок это способность рассуждать понятия. Да. Созерцание это способность чувствовать. А теперь тебе надо понять, как рассудок соотносится с я созерцанием. Нет, так оно с я соотносится. Вот есть я, оно может мысли чувствовать. Я, одно и то же я. Воспринимать неважно. Я одно и то же я. Одно всегда для всех. Почему? Потому что способность к чему мы относим. Почему? Подожди, послушай. Как, у тебя несколько я что ли у каждого? Ну, этот вопрос надо выяснить. То есть у каждого получается есть я созерцающее и я смыслещее. От я созерцающего и я рассуждающего? Давай так, еще раз говорю. Хорошо, это можно такое поставить, это предположение. Но это предположение соответствует всей традиции классической философии. Я субъект всегда один. Просто по определению этот вопрос даже не ставится. Вот я, оно обладает двумя способностями. Мышление и созерцание. Это я участвует и в созерцании, и в мышлении. Так вот это я и есть единство самосознания. Никакого другого единства-то не существует. Вот ты делаешь следующим образом. Сначала говоришь, что тут какой-то статья одно и то же, а потом и говоришь, что проблемы нет, потому что оно с самого начала таким существует. Вот это типичная логическая ошибка. Твоя, а не карта. Да где логическая ошибка? А что такое я тогда в созерцании? Вот этот вопрос и стоит выяснить. Я тебе не говорю. Просто не стоит выяснять даже. Нет, я еще раз говорю. Я опираюсь просто на обыкновенные новости. Ты просто берешь, у тебя есть некоторый рассуточный субъект, и ты говоришь, что этот рассуточный субъект, для того, чтобы он был единым, он и до этого должен был, был тот же самый субъект, но он был только данным созерцанием. Он должен был быть тоже там единым. Да, и там единым, и здесь единым. Да, должен быть. Именно так. Поэтому Канте никакой проблемы не может ставить. А я говорю, что... Нет, не так. Дальше он будет не такой. А дальше вот отсюда следует, что он не может доказать это, где-то дедукцию категории. Не может доказать там центральную дедукцию. Она не удается, потому что вот этот субъект, единственная перспективность, он везде существует. Я говорю, что существует проблема, что ты должен этот я, субъект рассудочной деятельности, каким-то образом соеднестись с я, с деятельностью созерцателя. То есть два, получается, я. Да. Ну а как так? Ну что это? Развалился субъект совершенно? Развалился. Ну это еще хуже. Ладно, хорошо. Даже если я с тобой соглашусь, Канте с кем-то все вообще в тарарар-тарарар летит. Если у него человек разделился на две части. Созерцающий отдельный человек, вот я, но рассудочное другое, все. Да, но у него же это есть... Это шизофрения философии. У него же различено тоже пространство, как понятие. Так это есть возражение, да? Постранство, это как шизофрение. Правильно, оно различено, как возражение. Это как возражение? Это что он нам говорит? В том числе субъект, как весело, различен. Ну это и есть шизофрения философии, ничего другого. Нет, это не шизофрения, это вот таким. То есть а разум, это третий субъект? Точнее разум, разум третий субъект? Наверное, да. Ну, здорово. А мы сегодня же говорили о диссоциативном расстройстве личности, например, второго пункта Гегеля. Большое количество мы, один думает, что здесь дерево, второй, что человек, а третий, что дом. А четвертый, что жигули. Нет, там же как суть вопроса стоит, что я является эмпирическим, поэтому я рядом с эмпирическим, а может быть другой эмпирический. А здесь проблем-то нет. Но все равно это все... Эмпирическое я не бывает одно. Ну вот, там не диссоциативное расстройство личности. И у Канда тоже диссоциативное расстройство личности. В любой способности применится. Она различена от деятельности, рассуточная, от деятельности. Так, послушайте, давай еще раз, я просто объясню позицию. Есть я, да? И оно обладает двумя способностями, вымышление и созерцание. Одно и то же я, мысль и созерцание. Две способности, я-то одно. Так, теперь давай пошел показывать, почему это я одно. Да, почему я одно. Изначально по определению. А с какой статьи она по определению? Это что это за такое? Это предпосылка классической философии, что субъект один. Познавательный субъект один. Способности две. Допустим, один дальше. Так вот это вот, то, что субъект один, это и означает, что он единство в самосознании. То его единичность, он что один в двух способностях, это означает, что он сохраняет себе, хорошо, если не во времени, сохраняет себя в этих двух способностях. Независимо от способностей, он остается одним и тем же субъектом. Допустим, уберем время. Вот есть две способности. В двух способностях он проявляет себя как один. И там, и тут он все равно остается этим одним. Вот это быть одним, в двух способностях и это называет единство самосознания. Независимо от того… – Самосознание, как ты понимаешь, это третья способность? – Нет, самосознание – это никакая неспособность, самосознание – это я, нет. – Тебе самосознание… – Нет, тебе надо по поверхности… – Ну это как вообще, что у Фреддика, у него есть цельсвитого знания, есть поважение, способность суждения, рассудок есть. – Да, да. – Единство апипетенции, единство всознания, потом идет будто разум, и так далее. Про cruising имеется в егisi Sedmic Черной Сознание Все автор У Гегеляwl Это единственная перс venture подразумевается потому что оно сохраняется в Доброе утро!